Всем привет, друзья мои! Я по-прежнему в Таджикистане. Сегодня будет необычный для моего канала репортаж, нетипичный, потому что я обычно снимаю вещи, которые меня интересуют, которых я как-то немножечко разбираюсь. А вот сегодня такая сфера, которая почему-то не греет на мое сердце особо. Это тема про автомобили. Я в них ничего не понимаю. Для меня существует только две марки автомобилей. Либо автомобиль меня везет, либо не везет. Больше я не знаю. Но автомобиль все-таки часть нашей культуры, тем более часть городской культуры, неотъемлемая теперь уже в наше время. И этот аспект жизни в Таджикистане я тоже хочу показать. Сейчас мы своим товарищам, Алмазом едем. Привет. Какой город? Кайракумский. Кайракумский город. Машинный рынок называется Саман. Вот. На рынок автомобилей. Посмотрим, какие автомобили продаются в Таджикистане на рынке. Алмаз, а вообще какие автомобили предпочитают в Таджикистане? На чем ездят? Особенно в Таджикистане мы все любим Мерседес и Опель. А сейчас тихонько начали в японских лидерациях начали. Ну, японская машина оказывается лучше, чем в Мерседесе. Сказанных условий японские получше, да? Да, в японской положении. Ну, народ еще не определяет, особенно любит наш народ Худжан-Мерседес. Мерседес? Да. Так уже сложилось. Для нашего дороги, для нашего климата они быстрее подходят. Вот поэтому всегда народ предпочитает Мерседес покупать. Алмаз большой мастер по автомобилям, особенно по ходовой части. Насколько я понял, что если что-нибудь, не дай бог, сломаетесь вблизи Худжанда, обращайтесь непосредственно к нему, он вам всячески поможет, быстро, качественно и надежно. И мобильный номер, телефон я скину. Хорошо, я поставлю в описание на мобильный номер, можно будет обратиться, конечно. Любое время, любой сход звонит, я всегда рад туристам помочь. Кто-то там гости приезжает, мы вас спрошу, добро пожаловать в Таджикистан, наш родной край. Полюбуйтесь горы, город посмотрите, а если негде там ночевать, остановитесь, мой дом открыт для вас всегда, ребята, приходите любое время. Есть истинное восточное гостеприимство. Алмаз, еще такой вопрос, а вот по ценам, что ты можешь сказать, какие цены на автомобили здесь? Ну, смотря какой год и какой там... Ну, вот как бы от до... Вот, начиная с нормальной машины, а с трех тысяч, да, заканчивается до 7 тысяч долларов. А с трех тысяч долларов? Да, начинается нормальной машиной, можно покататься в нем, можно, без вопросов. Я слышал, что бензин здесь дороговат. Да, бензин дороговат, и газ тоже дороговат. А ну, ворот, это чуть смущает иногда. Конечно, смущает. В основном мы на жиженом газе ездим, на бензин мало кто ездит. Чтобы дешевле, да? Да, да, там дешевле. Понятно. Ну, а сейчас мы проезжаем город, какой это город-то у нас? В Кайрокумске заходим, вот это район, это Искисал. И уже непосредственно на рынке я поснимаю еще. Дорога к авторынку проходит через длиннейшие ряды колоритной восточной барахолки. Чего здесь только нет. Что удивительно, на этой барахолке немало русских торговцев, в чем-то достаточно концентрированном количестве. От трусов и старых чашек до компьютеров все здесь продают. Хоть любую вещь закажете здесь, да, вам находит, приносит. Вот наши и русские очень много. Я вот заметил, вот это, что секрет, откуда у них такие вещи. Они вот в России там работают, да, по мешкам, по мешкам здесь отправляют их. Они когда летом придают, и заодно вот это продают, вот это всякое, вот это, хрена то, да, и здесь отдыхают. В России, ты просто выбрасываешь. Я помню, в Москве 4 мешка в башню отправили. Одного, в 2000 годах он сказал, алмаз, я этот дом буду ломать, буду то, что там внутри, возьми к себе. Я там и чайник, вот этот семян, кухонник, алмаз, в 2000 годах модно было, чтобы новый. Так, блин, взял и домой отправил. До сих пор это пользуется. Ну, в этом году, к этому, два года там, знаешь, что сломался. Ну, сколько там, 8 лет пробыл. Какая-то. Кроме старых товаров, есть и новыми. Вот алмаз выбирает себе кепку новую. Голова вообще круглая? Голова большая, одевать некуда. Ну, ага. Да, красавица. Сколько тебя просят за нее? Весен. Весен, нормально. Спецодежда. Классическая толпучка. Классическая толпучка. Парахолка попадает в строительный рынок. А, да, строительный рынок. Да, все рядом. Ну, строительный рынок. Ну, строительный рынок, наверное, к нам менее интересен. Ну, вот виды запчастей разных железок. Видимо, движемся к автомобильному рынку. Да, да, да. Какая-то приятная. Так какой? Ты мне сорубки даже подаете? Велосипедов очень много, много велосипедов, да, старые коляски, все это кто-то покупает. А по тому берегу арыка этого вещи, ляпки, посуда всякая, ну, в общем-то, как всегда, все в перемешку. Удочки тут же продают. Вот лодка. Велосипедов, это мопедный рынок, сейчас вот мопеды будут. Мопеды. Постепенно запчасти, потом велосипеды, потом мопеды, потом автомобили. Ну, вот здесь можно любой велик себе купить. Здесь. А вот здесь. 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 Ваши. Здесь. Ваши. Пошли мотору лежать. Множество разных моделей, в основном китайцы, конечно. Я подозреваю, что 99% китайцев, а может и все. Он в горы не поднимется. Бессмертно даже еще. Ну и вот постепенно приходим к автомобильной барахолке. Коровы рыно. Ну, мы тоже здесь хозяйственные рядышком. И вот рынок автомобильный. Целая площадь уставлена автомобилями. Все они продаются. BMW, Lada. Мерседесы. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Еще что-то присмотрел DimaTorzok 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 Hимия DimaTorzok DimaTorzok Мой друг Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok мы смотрели уже продали и мы идем дальше а спортом армию даже простой запуск двигателя уже привлекает массу сторонних зрителей уже интересно вариант зелененькая ну вот здесь вот под крытыми рядами стоят самые дорогие машины это первый ряд первый ряд так называемый самые крутые самые дорогие машины больше 2010 года они здесь стоят и прямо из рук из европы пригоняет и делают и здесь ставят машины обладают все с этим европейским номером и вот посмотрите европейском номера до евросоюз но мы даже цены не узнаем для сена допустим вот это лекция до стойки шпана около где-то почти 10 10000 10000 особенно на местные валюты на национальную валюту продажей никаких там доллары в евро там российскими если поймает там оштрафует сам ясно ясно у меня может неожиданно кончится аккумулятор поэтому заранее прощаюсь со зрителями ставьте лайки пишите добрые комментарии смотрите мои репортажи из таджикистана и других стран пока